Они страшные, а они не знают, как дальше, как по-другому жить, потому что, смотрите, есть два варианта целей жизни. Одни цели человек сам себе ставит в результате знания и вкуса. Вот, допустим, вы изучили, как правильно жить, но у вас нет вкуса в таком случае. Вы говорите, а я не могу без мяса, я не могу без курения, я не могу без водки. Что делать? Общение. Это, говорят, общение дает главный вкус. Есть два вида общения. Первый вид общения – принимать знания, принимать служение старших. Второй вид общения – отдавать, служить. Понимаете? Служить. Самое главное служение – это слушание с верой. Когда человек слушает с верой, у него сердце меняется от этого. Это служение, как благодарность. Когда человек слушает с верой, благодарность улетает в своем сердце. Служение также выражается в выполнении наставлений. Человек живет как надо, по писанию, по священному. Вот, то есть служение – это основа изменения сознания. Изменение разума. Человек служит, слушает и выполняет наставления. Почему мы выполняем? Потому что он вдохновляется. Опять же, это происходит само собой. Ему хочется это делать. Называется «внутренняя жизнь». И никто его не понимает. То есть люди окружающие не понимают. Они говорят, зачем ты так живешь? Чего тебе от этого надо? Он говорит, а мне нравится так жить. Почему нравится? Потому что это от сердца, это из глубины идет, понимаете? Люди, которые стоят на этот путь внутренней жизни, они испытывают глубокую… Что ты так живешь? У тебя не хватит. Поехали. Продолжение следует...